История семьи Геннадия Желтова стала известной далеко за пределами Рязанской области, когда многодетный отец, в одиночку воспитывающий семерых детей после гибели супруги в автокатастрофе, попал на центральное телевидение ровно год назад. О том, насколько кардинально изменится после этого эфира жизнь скромного жителя Ермешинского района, тогда никто не подозревал. Однако все, что происходило далее с Геннадием, напоминало скорее сценарий фильма, чем реальную жизнь. Ну, первый раз, когда я его увидела, он такой маленький, худенький, скромный, такой мужичок, он сам бы никогда не заварил вот эту кашу. Это все благодаря его, получается, теперь уже вдове Марине, мы узнали о нем и приехали. Сам бы он ни за что бы не позвонил, не попросил помощи, он как-то привык собственными силами справляться и был очень скромен и не любил вот эти вот все огласки. Отзывчивых людей, готовых помочь семье Желтова во всей стране оказалось удивительно много. Из разных городов звонили, присылали детские вещи, констовары, игрушки, деньги в стремлении помочь скромному многодетному отцу-одиночке. Кроме того, в скором времени семья должна была переехать в новый дом в Сасово, пока не случилась трагедия. В февральской ночью в старом доме, где пока проживали Желтовы, случился пожар. Уже выяснилось, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Как будто какой-то злой урок на эту семью обрушился. Конечно, первой такой вестью неприятной стал пожар в их старом доме. Надо сказать, что после передачи, пусть говорят, им подарили новый дом в Сасово, но туда они еще не успели переехать. Они жили в Ермише. Ночью с 9 на 10 февраля произошел пожар, и дети чудом спаслись. Старший сын Андрей выбрасывал их голыми, босыми на снег, чтобы они не сгорели. После пожара, в котором было уничтожено все имущество семьи Желтовых, детей временно определили в школу-интернат, а Геннадий переехал к Марине, женщине, с которой два месяца назад узаконил отношения. Она и обнаружила тело супруга. Туалет у меня на улице, обыкновенный деревянный, старый дом в деревне, в халате домашнем, в шлюпках. Ну куда? Он в туалете обычно утром сидит. Ну вот ровно пятна вышла, что-то долго нету его. Вышла Гена, Гена, ни в туалете нету, нигде нету. Забежала в сарай. У меня там вот из пожара, от пожара. Ну он все железки, может, какие ему надо. Ну не понимаю, он все мотоцикл там чинил. А там висит. По словам Марины, Геннадий крайне тяжело переносил общественные пересуды и очень переживал из-за негативных комментариев в интернете, где анонимные пользователи осуждали семью Желтовых и обвиняли его самого в аморальном образе жизни. Это вот, во-первых, людская зависть, во-первых, вот эти сплетни. А сейчас сгорело все. И вот в интернете после этого, после пожара, я ее носила, я уже и прятала этот компьютер. Он всеми ночами сидел эти комментарии читал. По данному факту, САСовским межрайонным следственным отделом, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области организована и проводится проверка. Следователями уже проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Также будут устанавливаться все обстоятельства гибели мужчины. По результатам процессуальной проверки будет принято законно обоснованное решение. Вдова Геннадия, Марина, не может усыновить детей. Официально она безработная. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поручил организовать и оказать всю необходимую помощь детям из семьи Желтовых, которые остались без отца, руководителям министерств, входящих в социальный блок правительства региона, уполномоченному по правам ребенка Екатерине Мухиной и главе администрации Ермишинского муниципального района. Редактор субтитров А.Семкин